Газетный киосок на улице Депутатская знают практически все. Он стоит здесь много лет, но сегодня работает последний день. Договор аренды закончился, а новый можно получить только через аукцион. В декабре прошлого года администрация города его организовала. Однако федеральная антимонопольная служба нашла нарушения и аннулировала. В итоге демонтаж павильона. Наши компании считаем, что это не просто мероприятие администрации города, которое хочет упорядочить и законным образом заключить с нами договоры через проведение аукционов. То есть я считаю, что идет ликвидация распространения прессы в городе вообще в принципе. Администрация города приступила к исполнению программы «Безопасные и комфортные дороги». Для этого ликвидируют нестационарные торговые объекты. Участок улицы Депутатская, начиная от пересечения с Советской и до Волжской, отремонтируют. Там появятся тротуары и озеленение. Работаем по демонтажу нестационарных торговых объектов, не только прессы, но и иных. Мы проводим только с теми, с кем отсутствуют договорные отношения, которые либо вообще отсутствовали, либо были расторгнуты в связи с выявлением фактов реализации алкогольной продукции, либо иных правонарушений. Предприниматели, распространители печатной прессы считают, что город должен быть не только красивым внешне, но и наполнен эрудированными людьми. Мы смотрим старинные фильмы, и там до войны, после войны, вот наши старинные советские фильмы. И мы видим, что в парках сидят люди и продают напитки на улице, мороженое на улице, газеты на улице продают. Мы ездим в другие страны, мы видим, что газеты продают везде, в любом месте, в открытом доступе. Человек идет, это вот я увидела эту информацию, я это купил. Почему сейчас мы решили, что мы не должны продавать газеты? Сейчас в городе более ста киосков. 18 из них законные, остальные ликвидируют. Для тех, кто планирует продавать газеты и журналы, ближе к лету проведут аукцион и отыграют 36 торговых мест. А это значит, что на 600 тысяч жителей Иркутска будет чуть больше 50 поверенных печатной продукции. Ирина Томчик, Павел Рютин. Новости сейчас.